Приветствую тебя, зритель! Давно я не рассказывал о том, как, собственно, играю в Ив Онлайн, так что дальше короткий отчет за последние пару месяцев и о том, что с планами на дальше. И да, меня зовут Деквин. В середине июля одна из корпораций, входившая в No Force Kiven, Vertex Armada, вышла из Альянса. Из того, что я понял, причиной были постоянные вардеки, которые кидали вилком, и при этом у руководства Альянса не было то ли желания, то ли времени заниматься дипломатией. А вардеки дело такое, в крупные хабы мейном особо не полетать. Меня как-то кемпер из CRC на андоке в Амарис ловил. Короче говоря, глава Vertex Armada, мультибоксер Билл, который держал структуру в Милоле, решил, что хватит, ребята, мы уж как-нибудь сами. Пришлось опять заниматься эвакуацией ассетов в Шуре на неписишную станцию. У меня такое уже было раз в апреле, когда по Милол Луп собирались проехаться Deepwater Hooligans, и наши снимали станции с якорей. После этого дела я решил не возвращать всю на структуру в Милоле, и вот опять пришел тот час. И я вывез все в Шуре и стал ждать, что же Галлахорн Инкорпорейтед предпримет дальше. А дальше было большое обсуждение и голосование в Дискорде, и приняли решение присоединиться к какому-то PvP Альянсу. Все бы было ничего, но требование летать на КТА в два окна, если у тебя есть два аккаунта, как-то не совсем понравилось. После того, как я ушел из ВОВа и прекратил рейдить, такая беззалка как-то совсем не обрадовала, и я решил, что, ну, наверное, нет. Впрочем, не только я. Из корпорации ушло еще около десятка человек, включая моего Сокарпа из Истренкартел, который совсем недавно присоединился к Галлахорнам. Я еще понимаю, когда надо было вылетать на защиту структур или наказывать СРС за их проделки, но обязательное условие сидеть в войсе, когда заходишь в игру, это, простите, не мое. А требование летать, да еще и в два окна, это уже совсем чересчур. Да и название у Альянса было какое-то совсем детское. Purple Helmet Warriors. Прости, господи. Так что написал ребятам, что спасибо за компанию, это было чистой правдой. И ливнул. Правда, из Дискорда корпоративного меня не удалили, я там в гостевом статусе, что, в общем-то, приятно. Всегда можно пообщаться с ребятами, с которыми провел неплохие несколько месяцев. В общем и целом, опыт проживания в Луусеке в составе небольшого интернационального альянса очень понравился. Веселый, активный, легкий на подъем коллектив. В Дискорде всегда можно было найти и с кем-нибудь поболтать. Онлайн был 15-20 человек прайм-тайм. На защиту структур собирали флот в 40-50 пилотов. Не так много, но в принципе хватало. Именно здесь я смог попробовать, что такое реакция, и заняться регулярным производством кораблей Т-2. Расположение станции тоже было очень удобным. До Амара было буквально в смысле рукой подать. 8 прыжков. Так что да, Луусек около Хайсека – это отличное место для производства реакций, майнинга и, конечно, планетарки. Понятное дело, что такой крутой поворот событий сразу поставил крест на реакциях и производстве кораблей Т-2. И встал вопрос, а что делать дальше? Была идея податься к Биллу, но они тогда на время закрыли прием, да и, судя по киллборде, армаду сильно помяли в милл луп. Искать другую инди-майнерскую корпорацию? Чего-то было влом, потому как в любой крупный переезд в Ив – это еще тот головняк. Куда-то опять пхаться, перетаскивать корабли и барахло, особенно после того, как уже было две эвакуации? Нет, спасибо. Поэтому я пока оставил основную часть ассетов в Шуре. В конце концов, Сокорб предложил взяться за старое. Найти ВХ, поставить там цитадель и покрабить. Чем мы и занялись. Подходящая С2-система нашлась через пару недель. Такое впечатление, что пустых ВХ-класса С1 и С2 сейчас хватает. В общем-то, оно и понятно. Даже небольшим корпорациям в таких системах скоро становится тесно. 5-6 активных жильцов будут постригать зеленку быстро. Да и, если уж так, то выхлопов с таких аномалий не так много. Миллионов 15-20. Такие системы хороши для планетарки, правда, если есть хорошее сочетание планет. Еще здесь размещают производство и реакции. Потому как в С1-С3 есть прямые выходы в Новый Эдем. А из С4 и выше только через системы более низкого класса. Поэтому более-менее крупные корпорации обитают именно там. Но, как по мне, если игрок-одиночка хочет попробовать, что такое ВХ-пространство, то С1-С2 это как раз такое место. Планетарка в нашей системе хорошая. Две планеты плазмы и одна лавовая, что позволяет производить дорогие П2-компоненты. Налоги на таможнях 3%, так что пока терпимо, но, конечно, надо будет их спилить. Статики в С2 и Лоусек, совсем как в той избе, в которой мы жили в 2015-16 годах. Установка Цитадели не обошлась без приключений. Привез я Цитку, запустил постановку на якорь, перелогинился и сижу в клоке, смотрю на таймер. Минут за пять до завершения процесса появился небольшой ганг из гнозисов и какого-то Т-3. Подкатывают они к Цитадели и делают несколько залпов, якорение ставится на паузу. В локале появляется приглашение к разговору. Оказалось, что это какие-то немецкие ВХ-шеры, которые потребовали 400 миллионов, чтобы не мешать. На вопрос, какие гарантии, получил нормальный для ИВ ответ, что никаких. Ладно, бог с ним заплатил эти не очень большие для меня деньги. Конечно, это очень уж повезло в кавычках, чтобы вот так вот ребята вывались и со соседней ВХ, как раз на окно, когда Цитадель ставилась на якорь. Понимая, что ребята могут вернуться через сутки, когда будет окно уязвимости, мы с Сакарпом решили подготовиться к отражению возможной атаки. Особо помощи было ждать неоткуда, поэтому мы с ним приехали на чем было и героически залогинились после ДТ. Немцы оказались людьми слова, и никто не приехал пилить нашу Цитку. Так что запустили, зафитили, завезли топляк, и, как говорится, можно жить. Чем не нравится ВХ, так это с одной стороны тишиной, а с другой стороны ежедневным рандомом. Лес один и тот же, а вот медведи в нем каждый день разные. Может открыться какая-нибудь неплоханная С2, в которой куча реликов, да, так и газа. А может и Ц5, где живет крупная корпорация, и весь день ваша ВХ будет проходным двором для соседей, которые будут таскать лут на продажу в Империю. Планы пока скромные. Освоиться в Ц2, вспомнить навыки перехлопа дыр, ну и прочую ВХшную рутину, типа ежедневного высканивания своей соседских систем. К нам с Сокарпом присоединились еще три игрока, думаю, что если Карпада растет до 10 плюс участников, то надо будет менять на С4. Ну а пока я завез в Цитадели боевые корабли исканщиков и даже порпус для комфортного майнинга. Впрочем, некрабством единым. В середине августа вместе с ребятами из украинской корпорации Вири и под руководством флиткома Мидаса Бардоломео, мы летали в нули, грабить банки и немножко тренироваться в ПВП. Флот был небольшой, около десятка крейсеров Т1, логист и что-то покрупнее, на чем был Мидас. Филаментами телепортировались в рандомные системы, скаут летел впереди, смотрел что и как. Ограбили пять банков, а обои был всего один, и кажется это был кто-то из Pandemic Legion. В результате мы так и вернулись в Империю на кораблях, хотя ожидалось, что мы героически или не совсем погибнем в бою за бабло. Всем понравилось и думаю, что будем делать такие ивенты как минимум еженедельно. Думаю, что теперь будут футажи и на пару гайдов по вармхоллам. На один я уже начал набрасывать текст, так что в сентябре скорее всего будет материал. Вот собственно и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну и конечно спасибо за внимание. С вами был Деквин. Как говорится, FlySafe. Субтитры сделал DimaTorzok